Глава 54. Возвеселись, неплодное нерождающее, воскликни, возгласи, не мучившись о родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у и имеющей мужа, говорит Господь. Итак, соединись, веревки твои. Этими словами обозначается возвращение. Это в действительности исполнилось в церкви, потому что она была лишена добродетели и не могла давать никакого плода. Видишь ли, какой оборот приняла дело? Она стала иною, чем была. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилища твоих. Не стесняйся. Пусти длиннее веревки твои и утверди колья твои. Я не век гневаюсь. Я могу сотворить то, что не существует, потому что я сотворил то, что существует. Ты была в бесчестии, но потом ты не будешь находиться во власти кого-либо, освободившись от позора. И я сделаю тебя подобной тому, который никогда не подвергался мучениям. И ты распространишься на право и на лево, и потомство твое завладеет народами, населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Бог дарует такие благодеяния, что они не только удаляют скорби, но и самую память о скорбях. Таково именно превосходство даров Божиих. Ибо Господь творит сие. Господь Саваоф, имя Его, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли, назовется Он. Велико обещание. И дивен вестник. Не удивляйся этому, потому что тот, кто совершает все это, есть Господь, которому все легко, и тот, кто будет сохранять тебя, есть Сам Господь, Бог твой. Господом всей земли прозовется, то есть когда это исполнится. И так пророк говорит о церкви, потому что все это исполнилось в церкви. Когда Бог язычников прозвался Богом всей земли, если не во время своего пришествия, когда? Итак, имя и злослужение совершенно изглажено, и все призваны во имя Христова. Стих 6. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которой была отвержена, говорит Бог твой. Хотя от начального возраста ты была таковой, что ненавидела мир, но, говорит, не будет того, чтобы я всегда имел к тебе ненависть. Ты была ненавидима лишь на время. Любовь бывает трудной относительно женщин, ненавидимых в цветущем возрасте, потому что каждая женщина, какова она ни есть, подходящая для того, чтобы ее любили от юности. Потому пророк здесь и говорит, на время оставил тебя. Такая женщина, вместо того, чтобы быть любимой, скорее пребывает в забвении. Но ты будешь пользоваться моим великим милосердием. То, что я оставил тебя на некоторое время, есть знак любви и причина великой милости. Часто бывает милосердие тогда, когда прогневавшийся отлагает свой гнев. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью воспряму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. А другие переводчики говорят, как в одниное, потому что он сохранил всю человеческую породу, сохранившую немногих от гнева. Каким же образом он освободил ее? Потоп истребил всех, но правцы были освобождены. Бог делает известным для всех, что, подобно тому, как он освободил тех от потопа, так и этих освободил от плена. Не изменил ли я гнева на милость? Как было тогда с теми, так будет теперь с вами. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Однако он не поклялся, но чтобы убедить их, говорит Однако горы не переставлены и холмы не передвинуты. Он говорит, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. Клялся, говорит, в том, что я не попущу не только потопа, но даже никакого иного замешательства или движения на всем круге земном, но что он всегда будет пребывать твердо. Теперь я клянусь относительно твоего плена, что я не потерплю боли быть тебе мучимым твоими неприятелями. Хотя и было совершено столько беззаконий прежде потопа, однако милость моя оставила семя человеческое для продолжения рода. 11. Бедная, бросаемая бурей безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделай основание твое из сапфиров. Акила говорит, вместо анфракса, который также есть вид драгоценного камня. 12. И сделай окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. 13. Стеною огражду тебя. 14. Пророк говорит возвышенным, намереваясь убедить их выйти из плена, когда, говорится, крылья голубинные, посеребренные, то никто, конечно, не видел такого голубя. 15. Здесь этими словами обозначается будущее благо, подобно тому, как вышел самого пророка, говорится, и будут оставшиеся честные, лучшие, драгоценные золота сапфирского. 16. Как там то, что драгоценно сравнивается с золотом, так здесь с драгоценными камнями. 17. Что за польза строить город из таких драгоценных камней? 18. Эти камни совсем не были нужны для созидания стены, и стена потому не считалась более драгоценной. 19. Если ты говоришь относительно этой жизни, то все это получили бы другие тогда, как они должны были быть преданными наказанием и недостойного утешения. 20. А если бы они получили что-либо в воскресении, то тогда и бедные пользовались бы такими благами. 21. Да в той жизни ни в чем подобном не будет необходимости. 21. Что польза в воскресении, если мы воскреснем к жизни одинаковой с настоящей? 23. Для того, чтобы кто-либо упавший назывался восстановленным, необходимо, чтобы он при этом получил большую славу. 24. И все сыны твои научены Богом, видишь ли, он указывает, добродетели, и во многом мире чадо твои. 25. Ученики Бога во многом мире, то есть они будут управлены по законам и установлениям. 24. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. 25. Послушай, почему ты боишься? Ничья жизнь так не печальна, так не смешна, так не слаба и шатка, как жизнь того, кто живет во грехах, потому что его жизнь есть как бы пыль ветра, как бы трава и тростник. 26. Если угодно, мы исследуем этот предмет. Хотя и никто не обвиняет какого-либо беззаконника. 27. Тем не менее, таковой всегда живет в страхе и трепетии, и сомнении. 28. Правий гниже пребывает безбоязненным и твердым. Хотя бы его во многом обвиняли многочисленные лжесвидетели, однако ему ничто не может повредить. 29. Что противно ему не приключилось, хотя бы его удерживали и мучили многие, тем не менее он не получит никакого вреда. 30. Если же он и получает какой-либо вред, то, умирая невинным, он все же в конце проводит добрую жизнь. 31. Но скажет, он подвергается смерти. Да разве он не умрет наконец, если не умрет теперь таким образом? 31. Но в действительности он не умирает. Не знаешь ли ты, что часто смерть бывает гораздо лучше жизни, а у многих жизнь бывает весьма жалкая и не лучше, чем у иных смерть. 32. Не всегда должно презирать жизнь и не всегда должно избегать конца жизни. 33. Напротив, всегда должно избегать злого конца. 34. То и другое, жизнь и смерть, само по себе не есть ни зло, ни добро, но быть ему тем или другим будет зависеть от конца. 35. Что блажение и смерти Иоанна, и что жалки Иродовой? 36. Тот по смерти возбуждал страх в живом, и услышал, говорится Ирод, об Иисусе, и сказал, это Иоанн воскрес из мертвых. 36. Иоанн, которого я предал смерти. 37. Теперь взвесим, что лучше. 38. Только ли жить или хорошо жить? 39. Ясно, что лучше вести хорошую жизнь. 39. Иисус знал живущих во грехах и говорил о том, чего не было, как бы о существующем. 40. Ибо лучше ему, чтобы не родиться, показывая, что для него было бы лучше не существовать, чем проводить жизнь во грехах. 41. А в другом месте, говорится, блаженные умершие, которые уже умерли, более чем живые. 41. Так что благо составляет не жить, но хорошо жить. 41. Иклея Сиас 4.2. 41. Если же не так, то разве не всякая смерть лучше, чем жизнь? 41. Итак, теперь вы, живущие, желаете какой смерти? 42. Я говорю, смерти Иоанна. 42. У одного было очень много обвинителей, в особенности же его совесть, так как поражаемый ее уколом он боялся и трепетал, и здесь уже пребывал в мучениях, и там также его ожидали казни и мучения. 43. Другой же беззаботно, подобно атлету, увенчанному победой, о доблести которого возвещается везде, заканчивая свои труды, возложил на свою голову венец, дивный по своим добродетелям. 44. Прославляемый, хвалимый не только людьми, но также и ангельскими силами, которые видели победу мученика, ангелами, имя которых он имел, потому что и он назывался ангелом, как показавший ангельскую добродетель. 44. Кому ты теперь будешь удивлять? Кого ты будешь хвалить? Нерона или Павла? 45. Один пребывал во дворце, а другой в темнице. Один убивал, а другой умер. 45. Каждый из вас кем желает быть? Нероном, который убивал, или Павлом, который предан был смерти? 46. Но зачем я вспоминаю древние истории? Желаете ли вы быть подобными тиранам, которые убивали, или подобными мученикам, которые были ими убиваемы? 47. Продолжать этот вопрос бесполезно. 48. Самые дела не отвечают ли вместо вас? Вы часто проклинаете тех и считаете их жалкими. 49. Напротив, память этих вы прославляете ежегодно, с радостью. 50. Итак, не только будем желать жизни, но жизни доброй. Тогда приключится ли с нами смерть или жизнь, безразлично. 51. Я, говорит пророк, отрицаю, что ты потерпишь какой-либо вред, и даже не придется тебе бояться по написанному. Праведный, как лев. 51. Дух может быть спокойным только тогда, когда он не терзается уколами совести. 52. Напротив, дух подвергается мучению, когда он угнетается дурными помыслами и мучениями совести. 53. Не висли, как был велик, славен и разумен Давид. 54. Однако, когда он подвергался наказанию и был облечен деревенским и бедным человеком, то обнаружил великое смирение. 54. Я согрешил перед Господом. Почему в скором времени и были прощены грехи его. 55. И вот пришельцы придут к тебе и поселятся у тебя, тогда они будут соревновать твоему благочестию, и многие пожелают тебе правильного порядка. 55. Немалым даром было то, что иудеи после плена были достойными того, чтобы им ревновали, те, то есть язычники, и к тебе прибегнут. 56. То есть не ради твоей праведности, но ради милосердия Божия. 57. Вот я утверждаю тебя. Он вновь утверждает их веру. Как кузнец исправляет поврежденный сосуд, раздувая угли. Так, говорит, вновь будет отстроен ваш город. 58. Как новый сосуд, произведенный с помощью поддувала, бывает блестящим. Так будет блестеть по возвращении и город. 59. Я поставлю вас не на погибель, сокрушу всякий уготованный сосуд. Я сотворил тебя не для того, чтобы предать тебя гибели. 60. Откуда это ясно? Если бы я сотворил тебя для погибели, то я и не творил бы тебя. 61. Что действительно так ясно, это из последующих слов. Ибо всемогущий не радуется о погибели живых. 61. Премудрость Соломона 1.13. И всякий голос, который восстанет на тебя, он погибнет. 62. А прочие переводчики говорят, все погибнут. То есть, хотя праведник падет семь раз, однако он встанет. 63. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. 64. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. То есть вера, надежда и устойчивое благо, которые предстоят им после плена. 65. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова